Добрый вечер. Сегодня у нас второй тайм освещения события под названием Волок. Волок — это грандиозное этнографическое путешествие с целью открыть Россию заново. У нас на связи организатор, вдохновитель и командор пробега Алексей Мочилов. Лёш, здравствуй. Алло, ты уже говори, потому что я, прикидываться Алексеем Мочиловым, долго не могу. Он находится достаточно далеко от цивилизации. Это неизбежно. Они, например, сейчас пропали на несколько дней, и все те, кто по ЖЖ Алексеем Мочиловым следит за мероприятием, за тем, как разворачиваются события, так слегка вздрогнули, потому что Лёша обычно находит интернет под любой ёлкой, под любым кустиком, выкладывает что-нибудь свеженькое, а тут бац, два дня информационного штиля. Потом они всплыли, и Лёша сказал, что всё в порядке, просто не было интернета. Ну и заодно было чем заняться, потому что сейчас они переходят из зимы в ту географическую зону, где потихонечку зимники начинают таять, и некое подобие весны. Весна в условиях русского бездорожья — это же этнографическая катастрофа, потому что начинаешь лопатой махать так, что уже не до этнографии. Лёш, ты с нами, привет. Да-да-да, сейчас вот всё, кажется, получилось, связь удалась. Ты на ёлке или под пеньком? Я нахожусь где-то в Башкирии, в районе города Бирск. Ух ты! Это название мало кому что скажет, но в то же время это достаточно небольшой древний городок, который в основном известен благодаря революционным всяческим движениям. Здесь были великие битвы белых с красными, красных с белыми и так далее. В общем, много здесь людей полегло, о чём, соответственно, гласят все окрестные памятники. Значит, напоминая о том, откуда мы едем, мы, соответственно, стартовали неделю назад из города Нарьянмар, который находится в Нинецком автономном округе. Успешно прошли по Печоре в республику Ковия, и первый этап у нас завершился в городе Ухта. А конечная точка, которую мы должны достичь 9 мая, это город Новороссийск. Соответственно, таким образом мы пересекаем всю европейскую часть Российской Федерации с севера на юг от самого северного нашего моря до самого южного. Соответственно, этот этап более, скажем, контрастный, нежели первый, потому что первый – это была тундра, снега и так далее. То есть, понятно, что это визочек, но в то же время всё очень однообразно. Белая пустыня и всё. А сейчас мы вступили в полосу климатического, где наступает весна, где наступает вот самая такая чудовищная весенняя распутица, о которой обычно пугают всех подряд и врагов, и друзей. Потому что это те самые недели-две, когда ни в какую деревню проехать нельзя ни на чём. Даже на гусеничном тракторе чаще всего. Соответственно, на севере этот период продолжается не неделю-две, а пару месяцев, потому что вместе с ледоходом утекают дороги, зимники все тают, и следующая возможность как-то добраться до деревни или от деревни до райцентра будет где-нибудь в июне. В общем, такая вот у нас разнообразная страна. Ну и, в общем, мы от города Ухта спустились в Кировскую область. И с этого момента началась именно этнографическая составляющая нашей экспедиции, потому что, ну, как мы верим не ради... Ну, вот так вот на самом интересном месте связь заканчивается. Сейчас мы будем её возобновлять. Тут вот суть этого мероприятия в том, что мы открываем Россию заново, и вот Алексей Мочилов всем своим караванам, в основном состоящим из горожан, они как раз вторгаются в такое место, где, как правило, городской человек, столичный житель не появляется, ну, не получается. Но здесь ещё обратная сторона. Люди, живущие вот в этих местах, они вдруг видят представителей Москвы. И, как правило, в большинстве случаев, когда завязывается какой-то разговор, вот мы немножечко так с точки зрения москалей и клятых смотрим на людей, живущих, в том числе и в Бирске, и изумляемся, как они там живут. А они смотрят на нас и говорят, слушайте, а как вы там в Москве живёте? Мы тут по телевизору смотрим вашу жизнь, там убивают с утра до ночи, там же вообще непонятно, что происходит, там же какая-то полнейшая катастрофа. И вот открытие России заново, оно происходит достаточно обоюдно. Мы едем и видим, что существует жизнь не только на Марсе, а они смотрят на нас и понимают, что, оказывается, и тоже здесь у нас можно выжить. Ну, вот сейчас попробуем ещё разочек. Лёша. Да-да-да, опять на связи. Всё-таки запрыгни на ёлку повыше, потому что сдувает волну. У вас там сколько раз Г? Один раз Г или четыре раза Г? Там какая связь у тебя на дисплее? Здесь никакого нет УГ, но при всём при этом на дисплее телефона четыре деления-то есть. То есть связь по местным меркам более чем устойчивая, да и по московским уж тоже. Но, как видим, что-то всё-таки сдувает эту связь, и, соответственно, мы прерываемся. Ну, так вот, остановился я ровно на том, что мы начали именно историко-пендаптическую часть нашего путешествия, пройдя южнее города Сыктывкар и начав движение через такие древние города, как Вальск, Луза, Подосиновец и так далее. Опять же, скорее всего, названия мало кому что скажут, кроме людей, которые пронями привязаны к этим старым сезонным городам. На самом деле история у них очень глубокая. Она, как всегда, является зеркалом нашей российской действительности. Население, которое является коренным для этих мест на данном этапе, это переселенцы из Новгорода. Они, по сути, бежали от истребления Иваном Грозным, когда было разорение Новгорода по подозрению в предательстве. Ну и, соответственно, именно вот этому кровожадному нраву Грозного и мы можем быть благодарны появлению вот этих вот многочисленных северных городов. Чем сейчас они отличаются от большинства окружающих городов? Это тем, что здесь сохранился очень интересный язык. И даже местные преподаватели школ выпускают словари с произношениями устаревших слов, которые в данном районе еще до сих пор в быту. Соответственно, эти словари продаются в магазинах, их можно купить и поставить на полку, потому что еще лет через 20-30, скорее всего, об этих словах уже никто не вспомнит. Так что язык, в общем, меняется достаточно активно. Ну и, в общем, дорожная сеть в этих краях тоже развита очень плохо. Буквально еще несколько лет назад об асфальте здесь только мечтали. Сейчас появились хоть какие-то дороги, похожие на асфальт и бетонные. Но при всем при этом грейдеров еще очень большое количество. И когда мы сейчас двигались от Токтовкара в сторону Ильинска-Подомского, там уже сидят фуры. Ну вот не только фуры сидят, но и связь рвется. У нас специально есть Настенька-радистка, которая сейчас пытается и проводочки более-менее как-то связать друг с другом, ну и, соответственно, связь наладить. Вот предыдущий этап, который проходил у нас за спиной, вот неделю, сколько мы не общались, он уже вывел караван, перед тем, как началась этнографическая составляющая, в те места, где была живая история, причем живая история в основном связана с ГУЛАГом. К сожалению, ГУЛАГовский эпизод тоже был. А, так, про ГУЛАГ я чуть позже. Сейчас нам Алексей продолжит про местный край. Леш, давай еще разочек, дубль третий. Наше разъединение становится, видимо, уже традицией. Я сейчас специально переехал метров в сторону, вроде как тут еще одно деление больше, поэтому есть надежда, что все будет более стабильно. И, в общем, что касается дорог, сейчас по вот этим грейдерным дорогам ходят уже дальнобойные фуры, водители которых блистают знанием местности. Естественно, на многих картах этих дорог просто не существует. Ну и понятное дело, что во время весенней распутницы эти фуры там влипают в настоящее приключение, то есть садятся на мосты и ждут, когда же какой-нибудь добрый проекторист совершенно не бесплатно приедет и начнет их оттуда вытаскивать. В подобную же передрягу, по сути, попали и мы. Она, правда, была более прогнозируема, потому что в ходе разведки... Леш, сейчас мы прервемся на новости, и это будет искусственно прерванная связь. Леш, продолжай. Давай воспользуемся этими мгновениями краткой связи. Да, продолжаем. Значит, в подобную передрягу с бездорожьем, в общем-то, встряли и мы, хотя мы это прогнозировали. Значит, есть такой прекрасный город Подольфиновец в Кировской области, и он оторван от самого Кирова в полном отсутствии нормальных каких-либо прямолинейных дорог. То есть любой объезд, он выливается в лишние нескольких сотен километров. А по прямой между двумя городами километров триста. Вот мы, соответственно, как любители ездить напрямую, решили пройти по дороге, по которой летом, по сути, можно проскочить даже на легковой машине, если сухо. Вот. Но разница в том, что сейчас распутится и совсем даже не сухо. И, как, в общем-то, мы и ожидали, на промежутке в 10 километров между двумя селами Скоряблина и Алимеш мы засели совершенно колоссальным образом. То есть машина просто поглотила глина и вытаскивали в итоге через сутки нашу машину трылевщиком. Тылевщик – это такой специальный гусеничный трактор, который призван вытаскивать лес из Чащи до лесовоза. То есть это мега проходимая техника, которая не застревает никогда. То есть она повыдерживает вокруг себя все деревья, за которые можно только подтянуться лебедкой, но выйдет. Вот. В общем, вот именно такая вот страшная техника нас и вытащила. Потому что ни кировцы, ни какие там белоруси не соглашались ехать туда, где мы застряли. Потому что все местные знают, что распутится, это место гибло. Вот. Значит, ровно там же все машины дотерли свои... Там, кстати, была история. Я не знаю, сейчас Леша расскажет они или нет. Да, видите, рвется связь. А на самом деле, когда трылевщиком они в том числе цепанули Гелендваген, произошла совершенно техническая катастрофа, потому что это как в анекдоте. Хранили тещу, порвали два баяна. Они этого Гелендвагена порвали пополам. Они ему оторвали задние ноги. Ну, очень глубокая грязь. Это вот тот самый случай, когда, жаль, такая распутница пропадает, а ни одного врага нету. Леша, я тут про то, как вы Гелендваген порвали этим трылевщиком, успел пару слов вставить. Да-да-да, ровно так и случилось. Помимо колодок, что по сути мелочи, у нас в экспедиции принимает часто Гелендваген на достаточно больших колесах. Ну, и, в общем, при штурме вот этого Гелендвагена у него порвался редуктор заднего моста, после чего вот эта практически четырехтонная махина стала полной недвижимостью посреди тотального бездорожья. Ну, и, в общем, трылевщику удалось не просто вытащить его на свет божий, но сейчас уже машина, к счастью, с нами вновь в строю, потому что сработали, как всегда, очень хорошо друзья. Нашли в Москве редуктор запасной, выслали его с попутным автомобилем, ну, и, в общем, уже сейчас Гелендваген опять шуршит колесами и двигается вместе с нами в сторону Урала, в сторону Золотовуста, куда мы должны приехать завтра вечером. Вот. А, соответственно, еще пару слов, говоря про вот этот вот злополучный участок между Скрябино и Альмажем, хочется отметить совершенно удивительную участливость местного населения и при всем при этом не, как бы, такую, знаете, чистосердечность. Они нам очень хотели помочь, помогали кто чем мог. Например, один из местных парней просто к нам подошел, когда мы стояли на въезде на этот вот спецучасток, можно его так прям спортивным термином охарактеризовать, и, глядя на самые слабо подготовленные машины, просто сам сказал, говорит, ребят, я вам сейчас, говорит, покажу и расскажу объезд. Объезд там 250 километров, но пришлось им воспользоваться, поэтому вот в самую чачу ушло 4 экипажа, а все остальные пошли в объезд. Ну, вы сами представляете, вместо 10 километров круг 250 километров по плитам, оставшимся от бывшего леспромхоза. Это то же самое, что ездить на трамвае по рельсам, между которыми стыки сантиметров в 20, то есть трясет со страшной силой, риск пробить колеса колоссальный, в общем-то, чем я и отличился, на Discovery 4, который мне привезли как подменную машину взамен умершего Defender, 20-е диски, ну, естественно, покрышки страдали. Поэтому вчера в Ижевске вместо того, чтобы отдыхать, я занимался, по сути, шиномонтажом, потому что боковые порезы мало кто может починить. Вот, в общем, хвостоволи лихо, хотя сейчас уже начинается лесоскейп, подсыхает почва, и мне кажется, то, что дальше будет чуть попроще. Хотя, по прогнозу всяческих синоптиков, мы сейчас только входим в зону... Вот, мы опять входим в ту самую зону, где нет связи. Притом, Леша Мочалов, он обычно никогда не стоит на месте. Вот то, что он сейчас говорит, это, как правило, в движении. Он сказал, что на 100 метров передвинулся, где на полкометре уже пятая палка. На самом деле, сейчас он еще насколько-то передвинулся, чтобы связь была постабильнее. Если вы зайдете на ЖЖ и посмотрите, как у Алексея Мочалова в картинках разворачиваются события, там как раз довольно красноречиво представлен этот новый Discovery взамен Defender, ставшего памятником на прошлой неделе. Причем, памятником, как вы помните, он стал до весны. Эвакуация этого автомобиля будет длительной, мучительной и очень нескорой, когда уже там все оттает. Так, Леша, ты опять с нами. Давай еще раз попробуем. Да, да, Значит, соответственно, я остановился на том, что сейчас мы входим в зону половодий, должно смывать мосты, должны восстановиться непроходимые броды и при внешнем благополучии уже подсохшей земли вполне возможно, что многие наши разведные маршруты окажутся совершенно непроходимыми. Но об этом мы расскажем чуть-чуть попозже, ровно через неделю. Вот. А сейчас еще хотелось бы рассказать опять же о людях, которые населяют данные края и населяли раньше. Потому что мало кто знает то, что такие известные фамилии, как Выснецов, например, купцы Строганова и так далее. Это все люди, которые жили как раз в этих краях и к Москве или там Сибургу имели достаточно опосредованное отношение. Мне посчастливилось, проезжая мимо, заехать в село, в родовое село Ошать. Это родовое село Воснецовых. И повстречаться с дедушкой, который является хранителем музея. Вы даже не представляете, как светятся глаза человека о том, что кто-то заехал в это маленькое село, стоящее буквально из нескольких домов, из разрушенной церкви. Он рассказывал мне минут двадцать просто как лекцию, историю рода, как они восстанавливали здесь все и так далее. Очень приятно, что в этих малых селах, городах осталось достаточно большое количество людей с горящими глазами. То есть нельзя сказать, что русская глубинка вымирает, например. Это совсем даже не так. Да, конечно, люди уезжают в большие города, много достаточно разрухи, но при всем при этом остаются на местах зачастую самые яркие представители общественных, ценностей, потому что им не надо бежать для того, чтобы реализоваться в какие-либо другие города. Они совершенно спокойно реализуются и на месте. Значит, на этом, наверное, такой поток сознания я бы прекратил, если Сергей наверняка сможет мне задать какой-нибудь интересный вопрос, чтобы продолжить рассказ. Скажи, сколько в итоге километров вы от Нарьенмара уже прошли? Вот на Нарьенмар мы прошли уже где-то порядка двух с половиной тысяч километров. А всего у тебя затея на семь с половиной тысяч, то есть вы по большому счету еще даже до экватора не добрались? Да, экватор у нас еще не скот. Вот, связь у нас опять прервалась, у нас еще буквально три минуты на общение с этнографом, путешественником и командором, который находится очень далеко от Москвы, и тем людям, которые рискнули с ним поехать, показывает, как выглядит наша страна. Причем обычно состав команды очень сильно преображается за время этого путешествия, потому что на старт вышло восемь экипажей, сейчас в Ижевске к ним присоединилось еще несколько машин, и часть основного каравана, который стартовал из Нарьенмара, ушел, и условие мероприятия как раз в том и состоит, что нету обязаловки, когда ты должен вот как спортсмен, например, конкретно от старта, конкретно до финиша дойти, ты можешь принять участие в каком-то определенном этапе. Леш, я тут рассказываю о том, какая у тебя смена коллектива, сколько у тебя сейчас машин в караване? Ну вот в Ижевске присоединилось еще где-то порядка восьми автомобилей, и если у нас шло даже больше, наверное, если у нас шло на прошлом этапе всего восемь машин, сейчас восемнадцать, соответственно, десять автомобилей. Причем, кстати говоря, как раз по поводу присоединения, присоединились экипажи из Кировской области, потом присоединился экипаж из Ижевска. Понятное дело, что они заранее готовились к этому пробегу, но сам факт того, что они нас мониторили, они ждали, когда мы будем проезжать мимо, для того, чтобы присоединиться к нам и дойти с нами до Новороссийск. В общем, в целом, конечно, они теряют часть нашего авторского замысла в движении «Езимы в лето», но при всем при этом они сами на своих машинах добровольно принимают участие, в общем-то, наверное, в самой крупной историко-катографической экспедиции, которая существует на данном этапе в России. Притом, за 6 лет ее существования никаких аналогов до сих пор не появилось. Есть локальные подобные экспедиции, но так, чтобы трансроссийских, в общем-то, и нет. Ну, дальше, переход из «Зимы в лето» это одна часть, составляющая авторский замысел, но при этом открывать Россию заново им ничего не мешает, потому что ты ведь ведешь такими путями и маршрутами, где наша страна иногда, в общем, в нетронутом виде лежит последние лет 100, иногда 200, не особо что-то изменилось за последние века. На это тоже посмотреть стоит, и неважно, в какой точке ты коснешься этого, на самом крайнем севере, посередине маршрута или где-нибудь ближе к югу. Конечно, тем более, что во многих этих поселках и городах осталось буквально по два, по три здания, которые имеют какую-то такую историческую ценность, и с каждым годом проведения нашей экспедиции этих зданий все меньше, меньше и меньше, и людей тем более. Люди тоже не вечные, и, например, когда мы начали в 2008 году концентрация подобных объектов была на удивление гораздо плотнее. А сейчас, проезжая по уже даже известным местам, ты смотришь, вот тут стоял какой-то дом, там 1800 какого-нибудь года, а сейчас вместо него уже коттедж. И все. Все-таки мы не очень пытаемся сохранять вот эти исторические памятники, к сожалению, никто за ними не присматривает, за исключением вот таких вот редких людей, которые умудряются за собственный счет на пенсию восстанавливать там родовые храмы Воснецовых, что, в общем, я считаю, заслуживает просто огромного уважения. Эх, Леш, мы через неделю попробуем еще разочек выйти на связь. Успешного вам путешествия! Это был Алексей Мочелов, репортаж Сволока. Давайте теперь уже пообщаемся и мы с вами, не только я с Мочеловым. Телефон 65 10 9 9 и 6. Ну, понеслась. Здравствуйте, Илья. Алло, добрый вечер, Сергей. Спасибо за прекрасную передачу. Конечно, стоя в десятибалльной Москве, ну, с линями просто капаю. слушая приключения Волока. Людей на воле, вырвавшихся из города. Абсолютно, да, конечно, 10 баллов на протяжении двух часов, это забавно, устраивать шабо с президентом, вместе с репетицией, парадой, перекрывая всю Москву, в первый дождь, ну, это забавно. Это хорошее сочетание, но я надеюсь, вы послушали президента, он убедил вас о том, что мы живем гениально, великолепно и блистательно. Сергей, я как бы предыдущие обращения еще слушал, сейчас даже слушать не хочу, потому что я, честно, сомневаюсь, что что-то скажет новое, уже надоело, навязло, ну, не хочется. Пойти будем нагрузиться, мы так все плохо, Сергей. Я хотел вот что у вас спросить, если возможно. Конечно. Вот, так раз наговорили о том, что Туарег, наверное, оптимальная машина, наиболее универсальная из, скажем так, вседорожников, которые сейчас выпускаются. Ну, на мой субъективный взгляд, это так. Да, но, как бы вопрос, потому что издание авторевью несколько, два или три года назад, не помню точно, в рубрике «Вторые руки» немножко так остудило пыл любителей поддержанных Туарегов в плане того, что они, а, ненадежные, то есть проблемы с электрикой, глючит постоянно, что после недорожников выложек в грязь начинаются тоже проблемы, 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 и весьма об этом и дорогие. Да, конечно. За один миллион рублей ваша рекомендация по комплектации на вторичном рынке всегда, чем проще вы берете машину, тем больше вероятность ее сохранности. И если новая машина в салоне, желательно, чтобы она была на пневме с дизелем 3.0 и, соответственно, оффроуд пакетом, новая машина, которая стоит уже сильно за два, то, когда вы выходите на вторичный рынок и берете Туарег первого поколения, желательно, на пружине, желательно с бензиновым мотором, и тогда вы получите машину более живучую. Вот сопоставляя то, что я говорю с тем, что написано в авторевю, тут ведь нужно еще делать поправку на то, что сменилось поколение. И нынешний, конечно, это работа над ошибками предыдущего. Туарег тот же самый, на 100% обновление, на 100% новизну автомобиля, он неправильно совершенно претендует, это рестайлинг. Но это хорошая работа над ошибками. И тут есть еще один чисто субъективный момент. Газета авторевю, при всей своей непредвзятости и при всем при том, что это единственное автомобильное издание в нашей стране, а все остальное это просто перепевы, копия и пародирование, очень слабое подобие. И авторевю это газета, которая определяет вектор развития автомобильной журналистики нашей страны последние 21 год. При всем при том, у них есть тоже своя точка отсчета, они очень сильно любят, например, BMW. И каждый раз, когда они в том числе в рубрике «Вторые руки» анализируют какое-то состояние любого автомобиля, вот эта предвзятость, она выскакивает там совершенно неприкрытым видом. Если они, например, сравнивали, у них серия статей была в прошлом году, Peugeot 307. Развалилось то, развалилось это. Не берите эту машину, отстой. Дальше у них шел обзор ленд-крузера. Развалилось еще больше, развалилось совсем в древеске. Берите отличная машина за эти деньги. А когда они доходят до BMW, там некролог страниц на 5. В этой машине умерло вообще все. Тем более, что в BMW очень много разных двигателей, разные совершенно варианты комплектации машин. Две разные BMW найти довольно сложно. И после этого делается вывод. Да, все развалилось, вы разорены. Вы уже продали дом, жену, квартиру, родину, чтобы ее починить. Берите отличную машину, не пожалеете. Это людям... Люди преданы теме, они с бензином в крови. Я такие вещи на самом деле воспринимаю как естественные, поскольку если люди любят BMW, это не самая плохая любовь. BMW это классная точка отсчета. И не зря Михаил Подорожанский, например, свое лучшее перо Кадакова, Максима, он с эскорта пересадил пинком просто на 320-ю. И Макс потом ездил какое-то время и спросил, ну, он говорит, знаешь, я не понял, в чем прикол. И Ford был неплохой, и это клевое. Потом прошло какое-то время, говорю, ну, он говорит, да, на BMW нужно поездить с мячишкой, и после этого понимаешь, что это кардинально другая машина, понятно, почему она точка отсчета. При всем при том, что ломается, отваливается. И когда они судят о Туареге, то Туарег не входит в машину такого приоритета, они ее оценивают с точки зрения инженеров, воздают должное тому, как здорово это сконструировано, и дальше излагают претензии слесарей. Слесарь, это как врач, с его точки зрения, врач считает, что все больные, с точки зрения слесаря, все поломатое, как личная жизнь. И Туарег, это все-таки одна из тех машин, где есть баланс между тем, как развалилась, и тем, сколько она еще проехала. Если вы помните, опять-таки, а скорее всего, вы помните, как они описывали Opel Vectra, то Opel Vectra это машина, которая после 60 в принципе уже не ползала, к 80 померла, а к 100 похоронили. Да, но при этом они есть экземпляры, в том числе и по Москве с миллионами, с полмиллионами километров пробегом, и они продолжают. Из своего личного опыта могу сказать, что убить Opel Vectra можно только в том случае, если заниматься этим специально. Вот когда есть такая задача, скорее всего, получится. Когда такой задачи нет, никаких претензий к этой машине. Touareg это здорово, это очень интересно. Проблемы у него, вот у первого Touareg, особенно у дорестайлингового, да, были еще будь здоров какие, потому что только-только люди открыли для себя новый класс автомобилей. После рестайлинга, конечно, они очень многое в нем изменили, но не все. Грамотная работа над ошибками произошла на смене поколений. Touareg 2, вот это и есть работа над ошибками. И сейчас, когда вы приходите на вторичный рынок, во-первых, вы подступаетесь к автомобилю, который все-таки просто так не продадут. не, безусловно, к сожалению, нет возможности ездить на новом автомобиле из-за жадности наших продавцов. А необходимость и желание иметь автомобиль достаточно универсальный есть. Вот. Отсюда, Илья, поэтому не обращайте внимания на то, кто что сказал, кто что написал, просто ищите конкретно машину, у которой честные документы и прозрачная биография. Если у вас есть возможность машину дилерскую проверить, в том числе на соответствии ее пробега тому, что указано в заказ на рядах, тогда вы и найдете тот самый оптимум. И абсолютно неважно, у экспертов авторевью эта штука уже отвалилась или еще шеволится. Нет, Сергей, я понимаю, что нужно смотреть с некой такой долей иронии, ну, как бы, с запасом. Я удивился, что вы рекомендуете бензин, а не дизель. Вроде бы фольксвагеновские дизели, это они неплохие. Неплохие, но на вторичном рынке и на первичном, да, дизель берете, тем более, если, не дай бог, что-то там они накосячили, вот вам, пожалуйста, сервис и вот ваша гарантия. А когда вы на вторичном рынке берете машину с неизвестной биографией, то при прочих равных условиях скорее всего бензин просто слегка закоксованный по камерам сгорания, по отложениям в разных неожиданных местах, а дизель, скорее всего, пару раз хлебнул в провинции яду и у него есть уже проблемы, которые еще не явные. Если бы вы были тем самым заботливым, который, что называется, принял роды и растил его, объезжал и принимал участие в судьбе и потом выдал замуж, вы четко знаете, яда не было, движок вы не перегревали, никогда у вас не было никаких проблем с детонацией, с свечами, никогда у вас цепь перескакивало не на один зуб, а на вторичном рынке, а на вторичном рынке бензиновый двигатель будет надежнее. Рассчитывать на худший и смотреть бензин. Да, но не берите 2,5, 2,5 бензин, он никуда с места не струнется. Берите. Это я догадываюсь, тем более, что после, сейчас езжу на 3,2 General Motors, Chevrolet, Copsio, поэтому, конечно, да, 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 не пойдет. После этого садиться в Deu Matisse не надо, хотя машина классная. Нет, но вот как раз я и смотрел. Единственное, что немножко пугает наличие большого количества американских Туарега с американского вторичного рынка, честно говоря, опасаюсь. Бензины, именно бензиновые. Но очень хочется, они же долларовые, а долларовые, соответственно, дешевле, и получается, что трехлетские американские. А Каенов у нас сколько оттуда пришло? Ну, Каенов, да. А вот такой вопрос, у них же как? У них не будет потом проблем, что, знаете, как любят, допустим, на другой рынок какой-нибудь особый двигатель и запчасти по 3 месяца из Штатов на заказ. Какая-то часть именно так и будет, естественно, в зависимости от того, на какой мотор нарветесь, потому что для американского рынка там, не помню, но, кажется, парочка нюансов там тоже была. Но если вы берете первым и у вас еще в руках Carfax, то это будет чуть ли не самый безопасный вариант, потому что биография, отслеженная по Carfax, ну, это хоть какая-то гарантия. Ну, на Туареге редко встречается Carfax. Значит, да. Значит, это уже восьмые-двенадцатые руки. Ну, тогда, конечно, это, получается, совсем лотерея. Спасибо. Спасибо, Сергей. Я освобождаю линию, потому что я думаю, что телефон у вас разрывает. Спасибо большое. Успехов нам с вами. Хотя, конечно, в десятибальной пробке успех сводится к тому, чтобы она стала хотя бы девятибальной. Максим, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Степанович хотел задать вопрос относительно нового мультивена из Беларуси. Да, пожалуйста. Только, Максим, один нюанс. Ваше отчество. Если я Степанович. Максим? Да, Максим Викторович, я водитель. Не, минуточку. Максим Викторович, а почему вы считаете, что у нас с вами какая-то разница социального статуса? Мы либо с уважением друг к другу и по именам, отчествам, либо Здорово, Серега, Здорово, Макс. Все, понял. Поговорили. Итак, новый мультивен из Беларуси у официального дивизора. Какие подводные камни? Хочу узнать от вас, потому что с интернетом не очень дружу и большую часть времени провожу за рулем. Просто тупо не доказано. Хорошо. Максим Викторович, а какой вы подразумеваете подвох? Подвох в чем? В том, что вы его притащите и сюда с вас таможенный платеж сдерут? Нет. У нас единое таможенное пространство. Этого не произойдет. Гарантия международная и машина из Беларуси, она будет точно такая же гарантийная. Конечно, вам обязательно скрючат рожу, потому что вы у московского дилера оторвали кусок прибыли. И, конечно, он попытается вам за это отомстить. Прав у него на это нету никаких. Гарантия у вас существует. Машину вы берете. Вопрос в том, насколько заковыристую комплектацию. Мультивэн, он, естественно, это же не транспортер. У него чуть-чуть побольше удовольствий. И вот из Беларуси там как раз гораздо шире диапазон, нежели, допустим, для России. Именно. Конечно, конечно. У нас и рынок Украины, и рынок, например, Беларуси, при том, что не все они нам якобы союзники, а на самом деле все наши родные, они гораздо интереснее, шире и богаче, чем то, что приходит в нашу страну. Потому что Россия это все-таки страна для экспериментов политических, экономических, на выживание. И, ну что, мы эти русские, да, злопоти что дают? Это же не белорусы украинцы, с которыми... Мышки лабораторные. Да, да, конечно, конечно. А так, в принципе, никаких непоняток не должно быть. Они могут быть придуманы искусственно, но, Максим Викторович, просто не заявляйте ни кота с порога, что я простой шоферюга. На это сразу у них вырастает зуб и стремление вас обобрать. Сделайте выражение лица под названием «Чур, я Сергей Асланян» и слегка гнусно ему хмыльнитесь. Пусть они мучаются. Морду ящиком. Конечно, конечно, потому что как только вы приходите и говорите «Ну, я, в общем-то, тут не совсем в чем-то прав, пока еще не знаю в чем», вы становитесь той самой лабораторной мышкой, а они, соответственно, экспериментаторами. Рожу ящиком. Это наше с вами оружие. Понятно. Белоруссию не бойтесь, Белоруссия — это хорошо, и машины, которые приходят оттуда, они очень часто гораздо интереснее, выигрышнее, и совершенно правильно, что вы ищите этот аппарат себе именно на Белоруссии. То есть... Да, потому что ну, каждое лето катаюсь через Белоруссию в Литву и в Европу дальше. Вот. И проезжал, как бы, смотрю, салоны практически такие же, как и в Москве, то есть по названию не буду называть, дабы не делать рекламу. А потом по предыдущей ему месту работы вашему, извините, слышал, тоже такие же люди вопросы задавали именно из Белоруссии, именно из салона. Ну, на том историческом периоде, Максим Викторович, у нас в Белоруссии были другие отношения, и было выгодно из-за того, что мы не отрегулировали наши таможенные отношения. Тогда выгода была еще экономическая. Сейчас выгода в основном сводится к тому, что комплектация лучше, а подводных камней как таковых нет. Именно этим привлекательна Белоруссия. И надеюсь, что это будет еще какое-то время. Перерыв на новости, потом вернемся к нашим с вами проблемам. Пока мы все с вами живем в пробках, Алексей Мочилов на воле, практически в пампасах. Продолжаем с вами общение по телефону 6510-996. Александр, вы на связи. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Очень приятно, что в такой вечер я до вас дозвонился. Такой трагический, стоячий, виагральный вечер. Мы все-таки можем себе позволить потрепаться немножко. Да, и я этому очень рад. Я тоже. И раскрасит мое время в этой пробке. Да. Вот. Сергей, у меня к вам такой, может быть, наверное, интересный вопрос. В детстве у меня, я вот вам на прошлой неделе звонил, была мечта Мерседес и была мечта Форд Мустанг. Какое хорошее детство у вас было. Ну, а что, в детстве что, кроме как мечтать мы особо ничего не могли, да в солдатик сыграть, да палками там гоняться друг за другом. Вот. И порыв-то в интернете не смог найти нигде вообще какого-нибудь салона, где можно было бы посидеть бы в нем да потест-драйвить бы его вот Мустанг. Потому что конечно нету официальных продаж. Есть только пара салонов, которые таскают их на свой страх и риск в основном под заказ. У них есть экземпляр такой вот демонстрационный, но конечно ни о каком легальном тест-драйве речи нет. Тем более все эти машины немножечко БУ, в основном они трехлетки. И вот был бы официальный вариант то же самое как с Комаро. Вы приходите в Ширале, вот он стоит, красавец. На него можно сесть, можно проехаться. А на Форда нет. Форд, кстати, в этом отношении довольно своеобразная фирма. Заводов много, а политика какая-то невнятая. Вот они как проиграли полностью например у нас рынок внедорожников и не притащили к нам Рейнджер в кузове Универсал, который называется Форд Эверест. Они проспали два поколения, они проспали очень серьезную часть целевой аудитории. Вот сейчас они точно так же пытаются проиграть этот сегмент. Шевроле уже сюда пришел со своими дримкарами, а Форд с Мустангом скажут, да ладно, что там, да пусть они фокусы едят, нормально, лучше пусть пять фокусов возьмут, чем один Мустанг. Нету Мустанга и ваша мечта остается мечтой. Мерседес, пожалуйста, а Мустанг, ну на картинке. Скажите, а вот вы сказали, что где-то можно все-таки прийти и вот сесть и хотя бы просто посидеть в нем. Да, можно. А где? Я вот просто даже найти не мог. А вы, ну, минуточку, Александр, а как же насчет мечты? К мечте надо же двигаться с придыханием, но при этом с настойчивостью. Взять в руки клавиатуру, крепко набрать на ней Форд Мустанг, и вам выскочит некоторое количество предложений. Если посмотреть, то часть этих предложений это не физлица, это юрлица. И эти машины реально стоят в Москве, они привезены сюда. Есть несколько салонов, ну, на Ленинском был, по-моему, он назывался Lucky Car, они таскали из Америки машины. Есть еще салон на Варшавке, по-моему, называется он Exotic, как-то Exotic Auto, Exotic Car, вот что-то такое. Но по-любому забейте в Яндексе в поиск Мустанг, и вы получите конкретные автомобили. Дальше, в зависимости от того, насколько ваша мечта трепетная, если трепетная, то за рулем вы окажетесь. Это еще хотел, вы сейчас сказали про Chevrolet, там, Dream Car, да, посидел я, значит, ну, даже покатался в новом этом Chevrolet Malibu. Ну и как? Вы знаете, за такие деньги я бы сказал, что это большой круз. Да, да, так и есть. потому что я вот сидел в топовой комплектации, но движок они туда поставили, по-моему, если я не ошибаюсь, 1,8, но там какой-то, я не знаю, совершенно маленький, какой-то невообладимый КПД, потому что я вот реально, я всегда за рулем этой машины, я себя ощущал за рулем Круза. То есть я вот давлю на тапку, а он не едет. Ну, он не едет по другой причине. На самом деле, знаете, неприятность в том, что у него двигатель 2,4, 167 лошадиных сил. А, да, да, 2,4 и 167, да. А вот едет он, как будто там 1,6, и вам еще нужно его на веслах пинать в спину. И вот эта машина, это грандиознейший провал в Шевроле. До этого была Эпика стоимостью 600 тысяч, а потом к нам пришла машина ровно в 2 раза больше за Лимон 200, который, ну, вообще ни в чем не лучше, чем Эпика, но такая вот с распальцовкой, такая, тот настоящий Шевроле, настоящая американская машина из Кореи в натуре. За что такая цена? Откуда? Вот эти амбиции, они, собственно, с чего? С того, что они у себя в Шевроле с дуба рухнули, или с того, что мы такие крутые ребята? Мы не такие крутые ребята, спасибо за комплимент, но только Малибу не зря провалился, причем Малибу провалился по всему миру, и срочно был отправлен на доработку, и американцы уже заявили, что, да, знаете, Малибу это новая точка отсчетов строительства космических кораблей, но ровно через три недели после того, как мы его выпустили на околоземную орбиту, мы его забрали на рестайлинг, и сейчас мы ему такие бамперочки, а такие лампочки поставили. Все, и вот тут вы сразу поймете, почему мы хотим за него лимон 200, лимон полтора. Не, мы не поймем. Машина провалилась, все, на самом деле на ней можно ставить крест, тихо возлагать венки, и говорить, ребята, маркетинг, отлично, спасибо, верной дорогой идете, товарищи. Но вот этот вот конь педальный, совершенно непонятно, с чего вдруг с таким ценником. ну да, потому что я вот этому менеджеру сказал, я говорю, слушай, друг, ну блин, это можно купить Chevrolet Cruze, еще же не этот самый, как его, господи, Лачете. Сдачу отдайте Volkswagen, как у покупателя Rolls-Royce, если помните в одном анекдоте. Ну, собственно, я весь анекдот уже рассказал, человек приходит, платит за Rolls-Royce, там, котлетой, как всегда, а он говорит, сдачу отдайте Volkswagen. Мустанги на более взрослую мечту, например, о Комаро, потому что Chevrolet Camaro даже с двигателем 3.6, ну, всего за 2 миллиона, но эта штука уже интересно едет. Да. Она уже, ну, конечно, задний привод, американский подход к настройкам, она ведь, ведь американцы в этом отношении ребята очень простые, они, как у нас на светофоре, я первым до следующего светофора должен долететь. В повороте эта штука, ну, не относится к эталонно управляемым машинам, она заточена под прямик. Вот наступил, она стрельнула, это как резиновая женщина из анекдота, а я своего укусил, а она свистнула и куда-то улетела. Вот эта штука должна тоже свистнуть и куда-то улететь. Хотя, конечно, можно взять с двигателем 6.2, и тогда эта мечта донесет вас до столба, до ближайшего телеграфного обниматься буквально секунды через 4, но это все-таки перебор. А Мустанги, а еще плохо, то, что поскольку Мустанг к нам приходит из Америки, у него все американская светотехника и дырка под номер, и когда тебе предлагают за полтора миллиона купить мечту, а потом еще тысяч за 100, 200, 300, ее довести до ума, ну, мечта вознеможений, ну, это все-таки неправильно. Из Германии их очень мало к нам приходит, хотя вот, конечно, немцы молодцы, у немцев это есть. Так что, Александр, мечты сбываются, но над этим надо работать. Олег, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Зима истрепала все нервы наши, московские. Еще бы. Вот, и решил пересесть на кроссовер повыше. Вот, сейчас на Камре езжу с Сороковки 2.4. И, в принципе, просматривается логически как бы Highlander, вот, но уже вышел пресс-релиз нового, поэтому даже не знаю. И рассматривал Grand Cherokee, вот про Grand Cherokee что скажете? Grand неплох, но вот если у вас с Камре отношения сложились, то, в принципе, можно и подождать следующий Highlander, тем более, что это не новая машина, это, опять-таки, рестайлинг такой глубокий. Довольно любопытно будет, что они там делают, но придется, естественно, вот этот самый год ждать, потому что великое японское качество, пока научатся гайки закручивать, пока они научатся ее собирать, да, год пройдет, иначе вы попадаете в водители-испытатели. Хотя у нас еще Венза же пришла, в принципе, то же самое, потому что сделано... Дизайн не очень. Вот, правильно, что он вас насторожил. А Grand чем хорош? Он когда дизельный, то на дизель он едет очень хорошо и аппетит у него нормальный, но он, может, конечно, бензинку, бензинка просто дороже будет в эксплуатации, но Grand ... Да, извиняюсь, вообще рассматривал вторичный рынок, год-два, там 1,6-1,7, вот так, то есть вот в таком ценовой категории. Ну, Олег, ответьте сами себе на вопрос, если машине год, то почему она оказалась на вторичном рынке? Тогда вот продолжение, если подождать новый Highlander, стоит ли взять CrossTour абсолютно вот из понятных рук и у своих Honda? Полный привод, максимальная комплектация? Она едет очень интересно, но это не кроссовер, это машина, приподнятая над русской действительностью, у нее чумовой мотор, великолепный совершенно двигатель, и после Camry вы будете на светофоре очень резвым парнем, но если вас измочалила зима настолько, что вам нужно некое преодоление препятствий, то более правильно это ожидание, например, Grand Cherokee. Grand Cherokee машина позволяющая многое, а, кстати, Highlander, он абсолютно беспомощен, и Highlander, он буксовал, наехав одним колесом на жевательную резинку, а другим колесом на промокашку, и погибал просто насмерть, он не в состоянии был сдвинуться, его V-образная шестерка, она пыхтела, а толку не было. Сейчас они заявили, что мы учли, у нас там будет специальная блокировочка, мы сымитируем некую внедорожность, мы посмотрим, как они это реализуют, потому что более позорного, чем потуги на какую-то кроссоверность у Highlander поражения не бывало. Так стыдливо себя не чувствовал никто. И Grand, это настоящая машина с блокировками, позволяющая вам взобраться на кручу, а также спуститься с нее, но Grand, он американец, он немножечко непривычно шатковалкий, потом у него все-таки перераспределение крутящего момента по осям смещено в сторону заднего привода, и он по управляемости своей диктует некие заднеприводные привычки, к этому нужно быть готовым. А во-вторых, он гад хочет казаться Мерседесом, поэтому вы правой рукой хватаетесь за подрулевой рычажок, а там фиг, причем без масла. Понятно, спасибо. В общем, в принципе, Кросс Тур воздаст возможность дождаться Хайлендера, наверное, да? Вы хотите на нем перезимовать? Да, да. Если из надежных рук, то после Камри другую японскую машину с чубовым двигателем, да, замечательно, но не обольщайтесь, к кроссоверу это иметь ни малейшего отношения, это просто большая, хорошая, красивая, легковая машина. Ну, до завтра.